про аврагама вину это самый такой популярный человек у нас аврагама вину вопрос кстати вчера об этом говорили не знаю how much appreciated that почему начинается история аврагама вину 75 лет в торе тора говорит нам право про аврагама когда ему стало 75 лет до 75 лет он сделал невероятные вещи он в три года это все мы учимся у мидрашим да это было несколько лет ему тоже было когда уже пришел к своему отцу домой он пришел всех алила идолов сломал он узнал бога в этом в младенческом возрасте он прошел через огонь бросили ну вообще мидраш рассказывает что он когда родился аврагама вину когда родился был такой к зира вот этот царь ним род сделал к зира это мы думаешь это фараон придумал эту ерунду но это был ним род который он сказал любой мальчик рождается нужно его убить немедленно потому что ему сказали звездочеты что придет человек который тебя сверхнет и это было началось это еще во время аврома это оригинал идея была ним рода фараоне копии его сделал то есть он сказал вот раньше так сделали давай также сделаем теперь его жена не говорит ему что она беременная написано что она забеременела во время не до терраха жена терраха жена аврагама мама она ее кстати имя амталай бад карневой человек который говорит ее имя написано видит много еще от видит много чудес и теперь она ему не говорит что она беременна своему мужу до по утрам она не знаю вырывает а запоминать не обязательно это на интернет скоро будет она начинает вырывать моник сигны создать подобное гранина у меня нормально все в порядке дом вори все нормально как человек можно не видеть что она беременна раньше одевали такие платья дорогие друзья что не знали что там внизу то что внутри там неизвестно я не она хочет она ходит беременная все девять месяцев когда она пошла уже время рожать чувствует у него схватки она уходит в пещеру в этой пещере она живет до тех пор пока она родила она родила ребенка авраам родился и она теперь говорит ему ребенку слушай до сих пор я вынуждена была тебя прятать я делала все возможное и невозможное обманами и правдами и неправдами для того чтобы протект чтобы ты чтобы тебя не убили но теперь от тебя родила то есть обратно таки эта идея не было муж и мамина то есть поставила его на произвол судьбы что будет то будет это была ее оригинальная идея она оставила своего сына в пещере сказал теперь после отсюда я уже ничего не могу поделать потому что у меня другие дети которые там ждут меня у меня муж ждет я должна уходить она оставила его и написано всевышний отправляет ангела гавриэля отправил туда ангела гавриэля любой да любой бухарской семье с гавриэль есть боя с бахуру обязательно и что делает гавриэль ангел он приходит и он дает палец в рот этого ребенка кстати бритмила мы тоже даем пальцем в рот что он дает палец в рот почему дает палец в рот этому ребенку для того чтобы этот ребенок пил молоко чтобы питался от ангела гавриэля от его пальца выходила молоко который авраам пил и написано за два-три дня он стал уже возраста где-то 20-летнего парня мама приходит обратно в эту пещеру смотрит молодой парень там сидит она говорит молодой человек я тут оставила ребенка два-три дня назад где этот ребенок он говорит махера вы кто она говорит я родила ребенка я вынужден было его прятать потому что у нас есть такой злодей как розовод ним рот он хочет убить всех младенцев у меня был этот мальчик я его оставила тут и я хочу этого мальчика чтобы что-то сделать с ними хочу а ворокер фуи и он говорит мамочка это я смотрите грандиозные истории программа он ходит по отец дает его ним роду ним роду ним род что он делал к после того как он сломался ангел этих идолов его он смеялся над всеми кто покупает идолов он дал ним роду ним род бросает его вагоню по огню ходит и у него ничего даже одежда не провоняла представьте если вы зайдете если я вечером возвращаюсь какого-то ресторана жена моя знать что я был в ресторане потому что из-за запаха это то что еда и этот человек уже с одеждой приходит запахом теперь смотрите человек пришел и всевышний не пишет ни одну из вещей это все мы драшим учимся в торе мы учимся про аврагама когда им было 75 лет почему почему раньше не написал всевышний про него как ему три года стало как он родился как он этот дальту и подобное почему это не было написано и ответ феноменальный потому что до 75 лет он делал кедуша шэм но он делал то что ему в голову пришло то есть он делал это от своей философии от своего от свой knowledge от своего понимания он говорил это хорошо это нехорошо это правильно это неправильно и он делал это против всего мира но он это делал до 75 лет после 75 лет тоже пишет про него лиха лиха мерцаха уходить двое земли почему-то он написал начал описать с после 75 лет ответ потому что тогда всевышний начал с ним разговаривать после 75 лет он уже стал делать митсву то что а шэм ему говорил делай так и делай так окей но сейчас еще и миксер я не понимаю почему я допустим многие из нас говорят я не понимаю зачем эта митва нужна и знаете когда они услышат у какой-то в в лондоне какой-то конвеншен врачей гинекологов которые сказали что вот эти законы не да как наши законы да а потом оказывается нужно вот эти законы или какой-нибудь я не знаю гойский поп поп кто такой поп поп сказал что не кушать свинью даже поп говорит не кушать свинью команд гайз даже поп наши торы написано когда бог что-то говорит мы должны делать то что бог говорят и теперь аврааму бог сказал и поэтому он выполнил написано с тех пор когда авраам стал делать то что бог говорит это началось то что пуха аврагама тогда началось winds про Авраам, потому что митцвот это то, что делает, то, что Всевышний тебе говорит. Моше Рабену называется Эвидашем. Что такое Эвидашем? Раб Бога. Что такое раб Бога? Раб Бога. Что такое раб? Раб, то, что тебе говорят, ты беспрекословно выполняешь. Неужели кто-то был выше, чем Моше Рабену, кто понимал законы Торы, или как Тора сделано, или понимал Бога лучше? Не было никакого человека в истории такого. Но несмотря на это, как Всевышний его называет, самый высокий титул Раб Бога. Почему? Он делал то, что Бог говорит. No question. Наша Эвидашем должно быть, это сложно. Конечно же. We try to make sense. Ну, шесть дней работаешь, но хоть один день отдохни, Шаббат. Понятно, you know? Но мы не должны из-за этого отдыхать. Даже если все шесть дней отдыхаешь, седьмой день ты должен отдыхать. То есть Шаббат мы должны не работать. То есть это то, что Всевышний нам сказал. Doesn't make sense. Почему я должен, я должен как-то, да-да-да, заработать все свои деньги за шесть дней. Но на седьмой день, когда Бог тебе сказал, не делай никакой работы, не делай никакой работы. То есть, this is the significance, почему Всевышний говорит про Аврагама. Все эти чудеса он до этого оставил, до 75 лет. Он начинает историю Авраама с 75 лет. Почему? Потому что тогда он только познал Бога, когда Бог ему что-то говорит. Теперь, Аврааму Бог разговаривал. Как мы, простые люди, с которыми Бог не разговаривает, должны знать, что Бог от меня хочет? Аврааму с Мушевой Бог разговаривал. Сказал, сделай то, сядь это, пойди туда. А нам, простым людям, которые не разговаривают с нами Бог, как мы знаем, что правильно, что неправильно? Ответ? Ответ можно сказать? Боже, давайте, я слушаю ваш ответ. Ответ, что тебе не нравится, что тебе, что тебе не нравится самому. И это чужому человеку не делай. Это считается, что... Хазак Варух, но обратно-таки это то, что ваши чувства, что мне не нравится. Вдруг мне это нравится. Вдруг мне нравится, когда мне люди называют меня, по-кличке, поэтому я всех буду по-кличке называть. Это то, что Авраам до 75 лет, это по-разному, но это Бог не пишет Тори. Ответ, как Всевышний с нами разговаривает, запомните, у нас есть два пути. Мы со Всевышним разговариваем, и Всевышний с нами разговаривает. Я сначала скажу, как мы со Всевышним разговариваем. Это мы сделали несколько минут назад. Когда мы молимся, мы разговариваем со Всевышним. Remember that. The prayer is very important. Это очень важно, когда мы молимся, мы с Всевышним разговариваем. И второе, когда мы изучаем Тора, письменную Тору, устную Тору, мишнает, гемора, халахот, когда мы это изучаем, это Бог с нами разговаривает. Когда мы изучаем Аллаха, нельзя в шаббат брать, я не знаю, в салате у тебя есть много вещей, но тебе не нравится лук. Ты взял лук, вынес с салата, и начинаешь кушать салат. Асур! В шаббат, асур! То есть, это Бог со мной сейчас разговаривает, я могу сказать, it doesn't make sense, come on, what's the big deal? Да, я все лук взял, мне просто не нравится лук. Не, не, не. Есть закон, как ты можешь взять, ты наоборот лук оставь в тарелке, возьми то, что тебе нравится с тарелкой, это возможно. Мы должны быть очень осторожны с законами. Я просто хочу сказать, что Всевышний, когда разговаривал с Авраамом, только тогда считается настоящий разговор. С нами Всевышний тоже разговаривает. Что он нам говорит? Все в этих книгах. Нужно просто открыть, и начинать изучать, и выполнять. Тогда you price worthy. То, что вы говорите, make sense, не делай то, что это Айлель, то, что этому Гою сказал, он сказал, чтобы его привлечь. И потом он сказал, иди теперь учи закон, он стал большим талмит хахамом. Но человек должен изучать закон, чтобы узнать, что от меня Всевышний учит. Баруха, Донай, леолам, амин, амин.